В администрации Азбеста прошло первое в этом году заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями в Азбестовском городском округе. Ситуация в Азбесте непростая, сказала глава города Наталья Тихонова. Непростая по нескольким основаниям. Соответственно, во вторник, в среду прошли ВКС с участием заседания областного штаба, с участием губернатора Светловской области, где рассматривались вопросы, связанные и с уровнем заболеваемости, и с вакцинацией, и со всеми рисками, связанными с распространением нового штаба омикрона. Вчера под руководством заместителя губернатора Крикова Павла Владимировича, также уже в разрезе муниципалитетов более подробно рассматривались меры, которые можно и необходимо предпринять в территориях с ситуацией, которая относится к категории непростой или не совсем благополучной. По общим показателям, Азбест не преодолел границу по уровню вакцинации в 60%. На 13 января этот показатель составил 57,8%. Мы видим, что часть городов и крупных городов имеют этот показатель, имеют показатель далеко уже и за 70%, что безусловно для города Азбеста сохраняется опасность на введение ограничительных мероприятий, связанных и с посещением торговых центров, и с работой малого и среднего бизнеса. Мы видим, что появление нового штамма микрон указывает на более высокую степень распространения коронавирусной инфекции. Фактически уровень ее распространения, по данным медиков, выше в 6 раз по сравнению с дельтой. Поэтому обращаюсь ко всем и к нашим жителям, что это все достаточно серьезно и вроде бы кажется, что есть какие-то формы более легкие, но на самом деле степень и скорость распространения инфекции увеличивается в разы, что создает и определенные предпосылки, а я даже скажу больше, не просто вызовы, а угрозы для вновь возникновения волны и пика по заболеваемости. Тем не менее, сказала глава, у основных промышленных предприятий есть хорошие показатели. Мы видим, что процент привитых, вакцинированных наших граждан, работающих у вас, превышает 70%. Но особое внимание в связи со скоростью распространения новой коронавирусной инфекции, конечно, надо уделить особое внимание, это повторные вакцинации. Я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы на своем уровне провели работу с своими работниками, это еще раз и бюджетная сфера, педагоги, социальная сфера, работники спортивных организаций, сферы культуры. Я обращаюсь к городообразующим предприятиям. Необходимо всем напомнить, что в целом иммунная система, она у нас реагирует на вакцинацию, на то, что человек мог переболеть в течение шести месяцев. Сегодня мы должны вновь напомнить людям о том, что необходимо своевременно пройти повторную вакцинацию. Все для этого условия у нас есть. Кроме того, отметила глава города, мы видим, что по опыту распространения нового штамма возникает и вероятность заражения среди детского населения. Мы должны как раз уберечь наших детей. И речь может быть не сколько сегодня стоит о вакцинации, я подчеркиваю. Речь идет о своевременном принятии решения взрослым населением. Если мы не допустим пика роста в условиях своевременной повторной вакцинации, то и соответственно угрозы для заболеваемости наших родных и самых любимых детей на таком уровне не будет. Я вот обращаюсь как раз к нашим всем здесь присутствующим руководителям для того, чтобы вы смогли довести вот эту информацию. Кроме того, на территории Азбестовского городского округа, помимо работающих при поликлиниках и медицинских организациях, колл-центрах, прививочных кабинетах, также и на уровне администрации будут открыты все телефоны с целью ответа на вопросы. На вопросы наших граждан по поводу прохождения повторной вакцинации, часов и времени работы. Информация вся имеется на сайте, поэтому здесь те, кто жители принимают решения или возникают вопросы у наших работающих, в любой момент можно обратиться. О санитарно-эпидемиологической ситуации на территории городского округа доложила начальника Азбестовского отдела Роспотребнадзора Елена Брагина. По ситуации на сегодняшний день по коронавирусной инфекции следующее. Нет превышения по Серовской области, относительно Серовской области. Также данные показатели ниже практически в полтора раза относительно декабря месяца. Поэтому на сегодняшний день можно считать, что ситуация более-менее стабильная. И соответственно все те мероприятия, которые на сегодняшний день выполняются, они должны быть продолжены. Потому что эффективность данных мероприятий, она есть. По структуре самый большой рост числа заболеваний у лиц 60+. Среди всех заболевших 96% это взрослое население. Доля детей составляет 4% в возрасте от 7 до 14 лет. Очагов распространения на 13 января нет. Закрытых образовательных учреждений тоже нет. Но показатель тестирования на COVID-19 снизился на 24%. На сегодняшний день с целью выявления штамма омикрон на территории Российской Федерации дано указание Федеральной службе на увеличение количества тестов на COVID-19, а также выполнение секвенирования, то есть расшифровка генома ДНК вируса. Это выполняется путем отбора проб у лиц с положительным результатом ПЦР, но только в определенных ситуациях. Данная методика, она на сегодняшний день утверждена 10 января 2022 года. Настораживает ситуация со штаммом омикрон, подчеркнула Елена Брагина. Действительно, на сегодняшний день ситуация со штаммом омикрон достаточно очень напряженная. На сегодняшний день то, что идет более-менее стабилизация по заболеваемости коронавирусной инфекцией, это еще не значит, что ситуация благополучная. Нет. В Сырловской области пока не зарегистрирован штамм омикрон, но как только он зайдет в Сырловскую область, соответственно, в какой город он зайдет, распространение начнется молниеносно. Соответственно, будет резкий всплеск заболеваемости. То есть та информация, которая проговаривается на центральных каналах телевидения, это все действительно ситуация такая, какая она есть на самом деле. Поэтому на сегодняшний день все службы готовятся к данному подъему заболеваемости. Готовятся сейчас лечебные учреждения. В основном идет подготовка первичного звена. выполняется подготовка и создание запаса лечебных препаратов, дезинфицирующих средств, оборудования, кислорода. Соответственно, и первичное звено, как взрослое, и в первую очередь это детское, потому что, к сожалению, штамм анекрон, он воздействует именно в очень большой степени на детское население. Юрий Чиликин, Александр Юров, Новости АТВ.